Спасибо, добрый день, уважаемые дамы и господа. Спасибо за вопрос, Александр. Я хочу сказать, что мы, в принципе, работаем по всем фронтам. Исторически в каждом регионе сложилась своя структура промышленности. Многие регионы имеют свою узкую специализацию. Значит, может быть, для кого-то монопрофильное развитие органично, а для кого-то это вовсе единственный возможный путь развития. Но я представляю Тульскую область, и если говорить о нашем опыте, то мы нацелены на диверсификацию экономики. На этом пути мы уже достигли достаточно хороших результатов. Пять лет назад на долю пяти основных отраслей промышленности у нас приходилось 85%. В нынешнем году это уже 80%. Потому что мы развиваем, кроме обороны промышленного комплекса, и другие отрасли, например, на примере бумажной. Сегодня оборонку мы рассматриваем в Тульской области как локомотив, но мы понимаем, что это вечно продолжаться не может. Мы встраиваем предприятия, находящиеся в сложном положении, в производственную цепочку к флагманам. Приду, например, конкретный пример. Компания «Промет». Это гражданская компания, которая производит сейфы, металлические шкафы. Мы зашли на Министерство обороны. Значит, они предложили продукцию по реализации в рамках Министерства обороны, которая интересует продукцию. Министерство обороны заинтересовалось. Сейчас на этом предприятии организуется воин-предство, и они начинают активно сотрудничать с Министерством обороны. Следующий, например, это Ревякинский металлопрокатный завод. Предприятие «Банкрот». Но мы даем ему региональные заказы, гарантированные объемы арматуры для жилищного строительства. А мы понимаем, что такое жилищное строительство в регионах, что такое ветхое аварийное жилье. Программа еще действует по переселению. Идут большие стройки, и тем самым мы даем возможность компании удержаться на плаву. В Тульской области динамично развивается и малое предпринимательство. Первое, мы увеличиваем госзаказ для создания спроса на продукцию малого и среднего бизнеса. У нас малый бизнес обеспечивает 43% госзакупок в Тульской области. Это более 5,5 миллиардов рублей. При том, что большинство регионов не дотягивает до 20%. Если я не прав, то можете меня поправить. Второе, для новых предпринимателей, которые впервые зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, на упрощенной или патентной системе, у нас нулевая налоговая ставка. У нас расширен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения. Есть специальная инфраструктура поддержки предпринимательства, но здесь мы ничего нового не откроем. Это бизнес-инкубаторы, которые работают в Тульской области. Сейчас мы строим второй бизнес-инкубатор. Наша цель – довести долю малого бизнеса в аллом регионном продукте до 40%. Еще раз повторюсь, что, конечно, с учетом нашего нахождения оборонно-промышленного комплекса, это порядка 35% всей оборонной промышленности в стране. Мы понимаем, что локомотив – это оборонная промышленность, но так вечно продолжаться не может, еще раз повторюсь. Мы уже сейчас выстраиваем систему, когда возможен транспорт технологий из оборонной промышленности в гражданскую и наоборот, в том числе через малый бизнес. У нас активно развивается экспорт, мы сохраняем положительное торговое сальдо – более 2 миллиардов долларов США. Экспорт региона превышает импорт почти в три раза. Совместно с Российским экспортным центром формируем новые программы поддержки экспортеров, удерживаем положительный тренд в привлечении инвестиций. За 15-й год привлекли больше 100 миллиардов рублей. Цифра, может быть, кому-то покажется небольшая, но для Турческой области это достаточно существенный показатель. Сейчас реализуем порядка 50 проектов на общую сумму более 150 миллиардов рублей. Так что у каждого региона свой опыт развития, свой путь. Как говорится, дорог много, путь один. У нас он такой. Пожалуйста, добро пожаловать ту. Нам есть чем поделиться, нам есть что показать. Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо.